В Украине стартовала предвыборная кампания. В Украине зарегистрирован первый кандидат в президенты. Даха Браха, Анука и группа Каска с песней «Плакала». Топ самых популярных украинских песен и исполнителей. Музыкальные итоги уходящего года. Самая высокая, самая пушистая и самая необычная. Как украсили зеленых красавиц разные города страны, а также как встречают Новый год в центре Киева. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. Двое украинских защитников ранены на Донбассе с начала суток российские оккупационные войска трижды нарушили режим тишины. Дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Украинские позиции возле Новотошковского обстреляли из минометов калибра 120 мм в районе поселка Крымска из 82-мм минометов. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, трое – ранены. Новогодние елки и более тысячи поздравительных открыток команда волонтеров привезла украинским защитникам, которые сейчас на передовой. В рамках проекта «Все заслуживают на праздник» подарки доставили на позиции возле Песков, Водяного, Опытного, Авдеевки, Верхнеторецкого, Торецка, Новгородского, Майорска, Широкино и на Светлодарской дуге. В ответ всем украинцам военные передали видеопоздравления. Приятно для души, для сердца, что вы нас помните. Спасибо вам. Я хочу пожелать всем украинцам мирного неба на этой земле. Спокойной мирной жизни. Чтобы они по ночам спокойно спали и не беспокоились. Чтобы только улыбки были, чтобы просыпались с улыбкой на губах. Мы стояли, стоим и будем стоять с оружием в руках. Мы повернемся к тебе живыми и здоровыми. Пока мы тут, стройте Украину. Родным, родителям, любимым детям. Хотим сказать, что пока мы здесь, они могут спать спокойно. Всего наилучшего, дорогие украинцы. Еще вчера волонтеры, сегодня сказочные персонажи с гостинцами пришли к военнослужащим, которые встречают новогодние праздники в госпиталях. К поздравлениям присоединились и байкеры Санта-Клаусы. Как это было, смотрите в нашем сюжете. 31 декабря – горячий день для волонтеров. В столичном военном госпитале они готовят новогодний стол для раненых. Это для нас уже как традиция. Мы 31-го собираемся в госпитале. Ребят не всех, к сожалению, домой отпускают. Новый год должен быть не то, что у всех, а особенно у наших ребят, независимо от того, дома они или на передовой. Вот видите, ведрами, оливье, котлеты. Люди идут, колбаса и блинчики. И все несут. На волонтерском складе военного госпиталя места немного. Вокруг вещи для бойцов. Волонтеры суетливо собирают подарки. Юлия Смирнова поздравляет военных каждый год. Присоединяемся второй или третий год и постоянно поздравляем. Идем, занесем им что-нибудь вкусненькое. Поздравим с Новым годом. Для праздничного настроения волонтеры переодеваются в сказочных персонажей. К ним присоединяются байкеры в костюмах Санта-Клаусов. Приехали поздравить наших защитников с Новым годом и Рождеством. В госпитале на некоторое время стало шумно. Радостный смех, объятия и поздравления. Позвольте поблагодарить за ваше военное дело ради нас, за тот мир, который царит сейчас, и за то, что можем вас поздравить с наступающими праздниками. Бойцы сразу оживились и заулыбались. Приятно, просто приятно, что есть люди, которые обращают внимание на проблемы военных. Сергей несет для побратимов в отделение «Ящик с Оливье». Сам он из Полтавской области. Встречать Новый год будет в госпитале. Здесь уже месяц проходит реабилитацию. Благодарим вас. Всего самого хорошего. Мы ждали вас действительно, чтобы приехали, потому что скучно так далеко от дома. Волонтеры обошли все отделения, поздравили и накормили бойцов. Три, четыре. С Новым годом! Семь человек погибли в результате взрыва многоэтажного дома в российском Магнитогорске. Об этом сообщило российское агентство «Интерфакс». Рано утром в одной из квартир взорвался бытовой газ. В результате обрушился подъезд. Повреждены 48 квартир. В них прописаны 111 человек. Девять снимают жилье. На официальном сайте администрации Магнитогорска опубликован список пропавших жильцов. В нем 42 человека. Поисково-спасательные операции продолжаются. В городе объявили режим чрезвычайного положения и отменили развлекательные мероприятия. Спали, проснулась и вниз валюсь буквально. Я думала, мне снится это вообще. Искры тут. Все, проснулась, стенки нету. Стою на улице. Здесь мама кричит. Юля, я задыхаю. Сын там в углу заваленный. Их уже орет. 68 человек погибли в результате шторма Усман на Филиппинах. По официальным данным, большинство погибших в Бекольском регионе. Там продолжаются спасательные операции. Шторм пронесся над Филиппинами 29 декабря. Сильные дожди вызвали паводки и оползни. Свыше 40 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Два человека погибли в результате взрыва на Филиппинах. Еще 34 получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает СНН со ссылкой на местную полицию. Взрыв прогремел у входа в торговый центр в городе Катабата на юге страны. На месте происшествия нашли еще одно взрывное устройство. Его удалось ликвидировать. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. В Украине стартовала избирательная кампания выборов президента. Подать документы в Центральную избирательную комиссию кандидаты могут до 3 февраля. Первым это сделал самовыдвиженец Игорь Шевченко. Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля. Само голосование состоится 31 марта 2019 года. О том, какой будет президентская кампания, мнение экспертов собирала Ольга Михалюк. Паспорт, автобиография, программа, заявление и денежный залог в 72 тысячи долларов. Такой набор необходим кандидатам в президенты для регистрации в Центральной избирательной комиссии. Прием документов завершится 3 февраля. Сувеличили сумму денежного залога 2,5 миллиона гривен. Возвращаются тем кандидатам, которые прошли во второй тур. Сумма сравнительно большая для рядового украинца, но для крупных политических игроков это вполне приемлемая сумма. Даже технические кандидаты вполне могут быть зарегистрированы. Возраст 35 лет и больше. В течение 50 лет кандидат должен проживать в Украине и выезжать за границу более 90 дней на протяжении полугода. Однако президентская гонка де-факто стартовала несколько месяцев назад, говорит эксперт Ольга Айвазовская. На улицах появились билборды с лицами и лозунгами будущих кандидатов. Начались и якобы благотворительные мероприятия с рекламой отдельных политиков. Это зафиксировала общественная сеть опора. Значительно выросло количество агитационных, медийных, мотивационных, мобилизационных материалов, имеющих на самом деле все признаки избирательной борьбы. Выросло и число благотворительности. Это типичная форма избирательной борьбы. Начиная с сентября до декабря зафиксировали 124 факта такого типа активностей, когда появляются какие-то благотворительные организации или фонд, который от имени кандидата за дистрибуцию его материалов, визуальной рекламы, проводит определенные благотворительные мероприятия. Среди основных кандидатов эксперты называют действующего президента Петра Порошенко, лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко, главу радикальной партии Олега Ляшко, бывшего министра обороны Анатолия Гриценко. Из неполитиков за пост главы государства могут побороться шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук. Правда, официально своих намерений они еще не подтвердили. Эксперты прогнозируют, число участников нынешней предвыборной гонки может стать рекордным – до 40 претендентов. Если президентом будет переизбран Петр Порошенко, тогда, думаю, что изменения определенные будут, но скорее тактические основные направления государственной политики будут сохранены. С высокой вероятностью сохранится преемственность во внешней политике. То есть сохранится проевропейский, прозападный курс внешней политики. Я не ожидаю реванша пророссийских сил. По данным социологов, выборы президента Украины в 2019 году пройдут в два тура, а не в один, как это было в 2014. Голосование в первом туре пройдет 31 марта. Если лидер гонки не наберет 50% плюс один голос, состоится второй тур. Предварительно он назначен на 29 апреля. Ольга Михалюк, Евгений Савицкий, ЮАИ-ТВ В то же время Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Соответствующее постановление обнародовали на сайте ЦИК. Пять избирательных участков с территории России перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Они собирают тысячи поклонников, экспериментируют со стилями, совмещая современности и традиции. В 2018 году украинские музыканты не раз попадали в рейтинги мирового уровня. Специалисты говорят, с каждым годом в Украине растет не только количество музыкантов, а и качество их продукции. Больше о развитии украинской музыкальной индустрии в уходящем году в сюжете Тамары Кононенко. Песня «Плакала» группы «Казка» стала прорывом 2018 года и самой популярной украиноязычной композицией в мире. За три месяца клип набрал больше 96 миллионов просмотров, а еще появилось огромное количество кавер-версий песни на разных языках. Украинскую музыку слушают за границей. Все обсуждают «Казку», «Онуку», говорят о других украинских исполнителях, которые участвуют в европейских чартах и музыкальных проектах. Вопреки войне и сложным обстоятельствам мы делаем важные шаги. Все выразительнее становится тенденция использования фольклора украинскими исполнителями в 21 веке. Одна из популярных украинских этногрупп – Даха Браха. За 15 лет коллектив покорил не только украинскую аудиторию. В начале 2018-го их трек зазвучал в рекламном ролике бренда Дэвида Бекхэма. Футболист сам связался с украинскими музыкантами, просил разрешения использовать их музыку. Я уверена, что за границей наша традиционная музыка может иметь такой же успех, как и наша молодая экспериментальная музыка. Почему? Потому что она отличается от того, что уже есть за рубежом. Открыть новые имена и познакомить украинцев со своими же исполнителями помогли квоты для радиостанций. Их ввели в 2017 году. Согласно документу, часть композиции на украинском языке должна составлять четверть. Спустя год – 30%. Спустя два – не менее 35%. Уже в конце 2018-го большая часть песен на радио звучала на украинском языке. В планах увеличить госфинансирование музыкального сектора в 2018-м украинский культурный фонд готовится реализовать много программ и конкурсов и призывает музыкантов принять активное участие. Современная музыка – это больше бизнес. Они привыкли, тебя скорее поддержит бизнес, чем государство. Мы надеемся, что благодаря информационной кампании украинского культурного фонда мы мотивируем представителей и музыкальной сферы подаваться на наши гранты. В 2018-м в Киеве прошел крупнейший фестиваль Восточной Европы – Atlas Weekend. Первый день мероприятия посвятили украинской музыке и он стал самым посещаемым в истории фестиваля. В одном месте собралось больше 154 тысяч человек. Общее количество посетителей за шесть дней – более полумиллиона. Британский музыкальный веб-сайт Geekwise включил в его список лучших мировых фестивалей 2018-го. Аплодисменты звучит! Необычную елку установили в Полтаве. Разноцветными огнями переливается не только 20-метровая красавица. Над ней сверкающий купол диаметром 40 метров. Вокруг – декоративный забор со сказочными воротами. За ними – сани с оленями, снеговики и сияющий фонтан. Самая пушистая елка во Львове. Новогоднее дерево – подарок жительнице области Надежды Петрух. 20-метровая красавица росла в ее усадьбе почти полвека. Городские власти решили не портить дерево большим количеством игрушек. Поэтому акцент на огоньках и свете в теплых тонах. Елка в Одессе обита вьюгой. 10 тысяч огоньков окружают дерево по спирали. По ней в большой красный мешок скатываются подарки и елочные шары. Сама новогодняя красавица украшена гирляндами и светодиодами. Высота дерева – более 20 метров. А в Виннице елка расцвела. Кроме игрушек и гирлянд, ветки украшают 150 больших красных цветов. Кстати, винницкое дерево – второе в Украине по высоте – 28 метров. А вот самая высокая елка в Харькове – 40 метров. Она же самая дорогая в стране. Обошлась городу приблизительно в 100 тысяч долларов. Елка обильно укрытой иллюминацией и световыми кристаллами. А вот и главная елка страны. В этом году именно она возглавила европейский рейтинг European Best Destinations. Красавица установлена в Киеве на Софийской площади. Ее украшают полторы тысячи игрушек и три километра гирлянд. Внизу расположен экран, через который все желающие могут поздравить Украину с новогодними праздниками. Любовь Задорожная, Вячеслав Смирнов, Сергей Ильинский, ЮЭй ТВ. Ну и в эти минуты в центре Киева проходят массовые гуляния. В частности, на Софийской площади находится моя коллега Юлия Крючкова. Юля, привет. Ну что ж, расскажи, как проходят гуляния, делись впечатлениями. Добрый вечер, Стас. Здесь сейчас сотни людей. Они пришли, чтобы встретить Новый год. На самом деле, Новый год отмечают здесь. Главная локация здесь, на Софийской площади, только пятый год уже подряд. После событий на Майдане незалежности, во время революции достоинства, после этих событий, главную локацию новогодних праздниц перенесли сюда, на Софийскую площадь. Именно здесь установлена главная елка страны. В этом году она оформлена в стиле северного сияния. Также оформлена вся площадь. Елка в этом году сборная. Она состоит из металлического каркаса. И, кроме этого, в нее вставлены ветки. Их привезли из двух регионов Украины. И также ее украсили гирляндой длиной в три километра. И использовали три с половиной тысячи игрушек. Люди, с которыми мы пообщались, в основном говорили, что они пришли сюда, чтобы только несколько часов провести здесь, в этом праздничном месте. А после этого уже отправиться домой и с семьей отметить дома этот семейный праздник Новый год. Давайте послушаем, что нам рассказали гости этого праздничного городка. С наступающим! Можете, пожалуйста, представиться и сказать, с кем вы сегодня здесь? Я сегодня с дочкой. Как тебя зовут? Эвелина. А фамилия твоя? Вичхиджи. И что ты тут делаешь? Я тут гуляю. Мы тут гуляем. Скажите, почему вы сегодня решили именно сюда прийти? Потому что мы любим Киев. И нам здесь очень хорошо. И мы любим Новый год. Я и мой муж любим путешествовать. Решили приехать сюда. Очень ярко, веселые люди. Здесь, на Софийской площади, очень много развлечений и для взрослых, и для детей. С сцены играет музыка. Также здесь есть такая локация, как поезд желаний. На нем с удовольствием катаются дети и говорят, что если сесть на поезд, загадать желание и прокатиться, то это желание обязательно сбудется в следующем году. Кроме этого, конечно, здесь есть ярмарка. Продаются и сувениры, а также можно здесь поживиться вкусными блюдами. Это и мясо, и сладости. Кроме этого, конечно же, здесь продают любимый новогодний напиток. Это глинтвейн. Здесь он совершенно разный есть. И классический, и с фруктами, с ягодами. И даже есть глинтвейн, в который добавляют, например, шампанское, ром или кофе. Здесь люди собираются, чтобы поздравить друг друга. Они зажигают бенгальские огни, они взрывают хлопушки. И, конечно же, друг другу желают всего самого лучшего. Мы тоже прошлись и собрали поздравления от украинцев. Давайте послушаем. Самое главное сейчас такой период. Самое главное — мечтать. Почему мечтать? Потому что в мечтах ты проживаешь несколько жизней. А когда мечты сбываются, то есть идешь дорогой, выходишь на цель, это реализация собственной твоей жизни. Дальше открывается дорога к новой мечте. И это классно. И я желаю всем мечтать, чтобы обязательно ваши мечты становились целями, чтобы вы добирались к ним и говорили «Ес, я это сделал! Круто!» Каждый год сюда приходим. Главное — елка страны. Все прекрасно. Отдыхаем в семье. А расскажите, вы прям будете здесь самому новогоднюю? Нет. 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 Мы поедем домой, а это просто как семейная традиция. А какие вы тут уже развлечения нашли? Ну, на самом деле, вот оно развлечение, которое мы здесь выгуливаем. И все. Никаких развлечений просто проводим время с семьей. Весело, красиво, празднично. Вкусно. Заряжаемся энергетикой предновогодней. Что бы вы хотели пожелать украинцам и жителям всего мира? Мира, любви, добра, спокойствия, удачи и счастья. С Новым годом! Наша съемочная группа также присоединяется к поздравлениям. И передаю слово тебе, Стас. Спасибо тебе и тебя. С наступающим с нами на связи. С Софийской площади была Юлия Кричкова. Она поделилась настроением, с которым Киев готовится встречать Новый год. Таким был понедельник в уходящем году. Вся команда телеканала Юэй Ти Ви поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Наш сайт – uatv.ua. Благодарим за доверие. Оставайтесь с нами. Берегите себя. И до встречи уже в следующем году. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok